Доброе утро, друзья! Я еду по дороге через поля к станицу Камышеватскую. Там одна женщина будила дом. Вот. И вчера я ее довез до дома, но забыл, все мы выложили вроде, а забыл пакет с документами, которые на дом. Получается, пришлось с утра пораньше встать и ехать в Камышеватскую станицу через поля. То есть незапланированная такая поездка, потому что мне и дома работы много, но надо это. И потом мне придется съездить еще в город и сделать кое-какие дела. Помочь там, кстати, другу что-то там с насосом. Сегодня прям день насыщенный. Вчера был такой насыщенный день, что я настолько устал физически, что и даже давление поднялось первый раз за два месяца. Чувствовал себя не очень хорошо. Вот. Ну, надеюсь, сегодня будет намного лучше. Хотя, честно скажу, что ветерок ночной и вечерний стал прохладен. Все-таки август. Вот. Ну и... Зима, конечно, не скоро, но я надеюсь еще в море пару раз искупаться. Просто вот нету времени. Даже огородный концерт, который так долго ждали люди здесь в Есенке, чтобы присутствовать на нем, не дождались, потому что, ребята, просто к этому надо приготовиться и уделить им время и привести оборудование на кустику, все, которое хранится у Нади, потому что мне хранить пока негде. И тут еще постройка сарая моего. Поэтому все сложилось в одну кучу и он пока не произошел. Но я обещаю, что он будет в этом году. Вот. Еду дальше. Вот такой путь по сокращенной до Камышеватке, когда нет дождя по такой дороге, составляет где-то 22 километра. Вот, видите, сзади. Вам видно. Да и тут по стеклу видно, там пылище огромное. То есть тут ехать вся дорога в пыли и за тобой. В общем, еду. Кстати, вчера ехали с Леной, с Капанской, в станице, ездили в Новодеревянковской к Саше. Он там нам вручил много очень полезных вещей. Вот. И я видел в поле киоск стоит, ну такой раздоманный, там без стекла. Ну, как раньше были печатные киоски. Растет картофель. Это для тех, кто говорит, что в Краснодарском крае картофель не растет. И на киоске большими буквами, на щите так вымолено картофель 15 рублей килограмм. Я только вот одно не понял. Там картофельные кусты были и половина поля чистая. Это ты сам выкапываешь за 15 рублей килограмм или тебе выкопают за 15 рублей килограмм. Вот этого я не понял. но такой факт был. Значит, смотрите, великодушная хозяйка Надежда разрешила Доброе утро. Доброе утро. Она разрешила снять обустройство этого дома, которое она купила, можно сказать, оформила сделку вчера. Этот дом находится в Камышеватской. Не буду говорить, к какому адресу, это неэтично. А просто я вам покажу этот дом. Вот хозяин прежний, он покупал, здесь не было вот этой летней веранды. Сделана такая прекрасная летняя веранда. Вот. Ну, мне лично нравится. Здесь воздух свежий идет, сетки вот эти противосолнечные такие, знаете, как вот у меня на огурцах вот такие висят. Они защищают от ультрафелита какую-то часть. Вот. Дом старый. Возможно даже... Ой, господи, я испугался. Это бабочка оказывается. 66-го года. 66-го года, вот. Я точно знал, что это не царизм, потому что здесь, видите, какой наличник. Он не такой, как вот при царизме. При царизме были полукруг, там все такое прочее. 66-го года дом. Кирпич. Ну, разумеется, саман. Вот. Здесь пристройка такая летняя. Сейчас мы здесь... Теперь размешать? Да, да, да. Будем пить кофе этот. Суррогатный. Мне он иногда помогает, лечит. Здесь вот такие хозяйственные постройки. У бывшего хозяина буквально два дня назад было здесь... Жигули стояло. Ну, тут очень хороший сарай, добротный. Этот как гараж сарай. Вот здесь стояла жучка. Он ее продал. Буквально два дня назад. Он уехал. Не знаю, он покупал тоже его, но он сейчас занимается другими вещами, поэтому просто не продал, потому что избавился, а потому что ему там нужны... Другие появились цели. Видите, добротные такие постройки, где можно складировать что-то там. Ну, сарай. Это уже просто для кур каких-то там. Или что-то там еще. В общем, такая вот с навесами постройка. Дальше идем. Идем дальше. Но бывший хозяин также рассказал, что когда он приехал, здесь было просто все захламлено, не пройти. Трава, мусор неженый там, старый сарай и все. Поэтому он здесь все вычистил. Ну, здесь старые постройки. Это... Сами видите, алыча растет здесь. Я так понял, это у нас абрикосы были, потому что он... Видите, попадали они, их никто не собирал. Ну, алыча, алыча, что про нее говорить. Вот. И здесь огород. Он вычищен вот до сих пор. Дальше идут какие-то насаждения, деревья. Здесь вот хворост, который надо будет в будущем сжечь. Черешня. Вот. Это тоже, наверное, то ли слива, то ли что, не понять. Я не сильно пока еще разбираюсь в этом. Вот. Вот такая вот хозяйственная постройка. Здесь очень глубокий бассейн называется. Ну, это вроде как... Даже, ну, я поднимал крышку. Там просто очень глубоко и очень далеко. Но вода здесь есть. То есть, как колодец своего рода. Тоже такой навесик. Здесь у нас идет... Ну, растет виноград. Видите, его здесь полно. Он спелый, сладкий. Мелкий, винный. Вот. Тут такая вот хатка маленькая. Здесь даже кондиционер установлен. Это своего рода. Кто-то может будет приезжать. Может... Потолки здесь очень низкие. Где-то, думаю, 2 метра всего лишь. Приезжать и пожить летом, допустим. Как гость. Такой маленький домик. Это своего рода летняя кухня. Вот. Винограда очень много. Видите? Прямо на дерево полез виноград. Можно сказать, что там как будто виноградное дерево растет. Смотрите. Виноград прямо на дереве. На орех. На орех полез виноград. Если его собирать, здесь можно вина набрать много. Ммм, сладкий. Далее здесь еще огородик огороженный. Вторая часть. Растений здесь много. Что придется прибираться. Так, с учетом этих плодов это были, скорее всего, персики, может быть. Что-то я не разбираюсь в этих плодах. А может, яблоки. Так, яблоки, это не персики. Ну, очень много ореха. Очень много ореха. И вот еще тут сетевая вода. Но это не обращайте внимания. Здесь просто колодец с сетевой водой. А сама сетевая вода заходит в дом. Обустройство газового котла. Доворовая такая площадка для заезда. Вот сам дом. Мы поснимали вчера ставни, чтобы они не бухали, не было проволок. А дом закрыли на ставни, когда в нем не жили. То есть он только применялся для лета, когда они приезжали, отдыхали в нем. Вот такие вот ворота. Вот такой дом она купила вчера. Оформила и будет здесь жить. Покажу обустройство внутренности примерно такое домов. Это обычное обустройство. Здесь как бы верандочка такая, прихожая. Здесь санузел своего рода. Все сделано. Септик, унитаз, котел, водогрейка такая, двухконтурный котел, который подогревает. И даже вот умывальник. Понятно, что все в таком состоянии, в котором надо дальше что-то отремонтировать, подремонтировать. Но вы же понимаете, что и цена тоже соответствующая. Здесь вот такая прихожая. Умывальник, причем действующий. Но это сделано. Вода, все как полагается, в дом входит. Отопление. Естественно, отопление газовое. То есть газовый котел и везде идут трубы. То есть дом готовый к проживанию. Доски на полу вот такие. Редко так бывает. Бывает бетон, но здесь хорошо. Доска очень прочная. Окна от 66-го года постройки дом. Кондиционер работающий, проверяли мы. Так что ну и еще плюс вот такая комнатка. Еще она сейчас будет обустраивать, вымывать, вытирать, потому что только-только вот вчера она зашла в этот дом, который был как бы в нем не жили люди. То есть приезжали только на лето. Здесь еще одна комнатка, но она совсем мелкая. Вот. Тут темно. Попробую. Вот. Небольшая комнатка тоже. Ну и ставни, которые надо будет открыть, здесь будет солнышко. Вот такой дом приобрела Надежда. вот спасибо ей за то, что она разрешила снять вот эту свою прихожую, потому что многие люди отказываются снимать свои дома. Но она разрешила. Да. А там еще уличный санузел шикарный. Да. Можно показать. санузел уличный уже показывать не будет. Вода устроена. Да. Тут и есть еще одна бассейна, как называют, да. Это сбор дождевой воды. Причем так обустроено. Хорошо, молодец человек. на штифты посадил. Вот тоже туда далеко, глубоко есть вода, вот, которую можно выкачивать насосиками и поливать огород. Познакомилась она уже со своими соседями, которые радушно угостили тем, что есть у них там сливы, помидоры сушеные, эти, сушеные, чернослив. И мы сейчас будем пить. Надежда чай пьет всегда. Вот. А я буду вот этот суррогатный кофе. Вот так, вот такой вот обзорчик. Так что, знаете, люди, когда вы будете покупать, примерно, дома примерно будут выглядеть так. Но этот дом нормальный, а есть намного хуже. Саманные, развалившиеся дома, но соответствующие цены. В пределах миллиона. Вот так, скажем, все зависит, в какой станице это покупается, если будут вопросы по цене. но это выше, миллиона, чуть-чуть выше миллиона, как говорится. То есть, все зависит от станицы, от расположения дома, ну и от самого дома, как он обустроен. Ну вот, допустим, возьмем этот дом, да, вот наш дом, сравним, к которому мы приехали, он абсолютно был неподготовлен для жилья, там печка раздавлена, да, там дрова, все. то здесь ты приезжаешь, у тебя все есть, вода есть, газ есть, свет есть и электричество. И газовый котел, соответственно, трубы протянуты по всему дому. То есть, в принципе, тут, если по-хорошему, заменить эти окна на стеклопластиковые, разориться, и тогда будет полный комфорт, и тишина, и, ну и, естественно, внутренняя отделка. Просто вот знаете, что бывает вот так вот, такая покупка. Я считаю ее удачной. И Надежда тоже считает ее удачной. Все, пока. Я сначала подумал, что Надя пошутила насчет уличного санузла. Говорит, иди посмотри уличный. А я там видел, там деревянный туалет. Она говорит, что это вот этот уличный туалет. Ребята, у нее два санузла, видите, получается, здесь вообще как гостиничного, типа. Это душевая. Да. А, тут вторая душевая, вот. То есть, там душевая, летняя душевая, да. А там зимняя. Я думаю, она имеет в виду деревянный туалет уличный санузел. Тут подсосан. Я думаю, еще так стебется, говорит, шикарный там уличный такой туалет. Ну, а тут оказалось, что тут совсем другое. Вот, еще одна дверь. А, свет надо выключить там. Вот, Ну, вот, пожалуй, весь обзор этого дома.